Право выбора, новая практика избирания сельских хакимов позволит гражданам контролировать качество их работы, считают жители музея Жамбылского сельского округа Алматинской области, что подтверждает их активное участие в избирательной кампании. Какие надежды они возлагают на новых хакимов в решении проблем села, узнаем из следующего сюжета. Несмотря на ранний час на избирательном участке, расположенном в средней школе музей Жамбылского сельского округа, многолюдно. Впервые за всю историю района сельчанам представилось право голоса в выборе кандидата на пост сельского окима. Наряду с представителями партии «Нуратан» быть избранными на эту должность появилась возможность и у самовыдвиженцев. За ходом голосования следили члены избирательной комиссии и независимые наблюдатели. Стоит отметить и строгое соблюдение санитарных требований на участке. В нашем селе есть ряд проблем. Нужен детский сад и школа. Также мы ждем обновления дорог. Надеемся, что новый Аким решит эти вопросы. Я думаю, избранный нами Аким сможет обеспечить сельчан качественной питьевой водой и электричеством и другими благами. В ходе избирательной кампании жалоб о нарушении не выявлено. Четыре избирательных участка в селах Жамбыл, Берлик, Казыл-Аскер и Саур-Эк-Батыр работают в штатном режиме. По прогнозам членов избиркома в голосовании должны принять участие свыше трех тысяч человек. В составе нашей комиссии работает семь человек. В качестве наблюдателей пять граждан. Нарушений нет. По списку у нас более 2200 избирателей. Из них порядка 32% электората уже проголосовали. Для многих жителей музея Жамбылского сельского округа эти выборы связаны с большими надеждами. В Новом Акиме они хотят увидеть толкового хозяйственника и грамотного стратега, заботящегося о развитии родного края. Как считает местное сообщество, лишь опытный болеющий душой за село Аким сможет повысить социальный статус людей и внести кардинальные меры в решение наболевших проблем сельского округа.